В эфире телеканала АЕСТ. Новости сейчас в студии Марина Беклемишева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реконструировали под Иркутском. Репортаж с места импровизированного боя покажем в конце выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Больше 600 техногенных пожаров за длинные выходные. За две неполных недели в начале мая из огня в Иркутской области спасли почти 50 человек. Четверо, в том числе ребенок, погибли. Сотрудники МЧС говорят, 460 пожаров в празднике произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Люди жгли мусор и сухую траву, а в домах чаще всего подводила электропроводка. Тем временем, с начала весенне-летнего пожароопасного периода следователи возбудили 11 уголовных дел. Специалисты определяют сотовые телефоны, которые незадолго до начала пожаров находились на месте. Виновным предъявят обвинение. На сегодняшний день огнем в регионе охвачено более 8 тысяч гектаров леса. В центральных и южных районах по-прежнему сохраняется четвертый и пятый класс пожарной опасности. В другой критической ситуации находились жители села Преображенко Катонского района все минувшие выходные. Там люди спасались от потопа на крышах домов. Из-за ледового затора река Нижняя Тунгуска сильно разлилась и подтопила 53 дома, а также почти 100 приусадебных участков. В зоне бедствия оказались более сотни человек, в том числе дети и пенсионеры. Спасатели эвакуировали всех желающих в дома на возвышенности к родственникам и знакомым, организовали круглосуточное дежурство. На реке вели взрывные работы. Ликвидировать затор удалось 11 мая. Сотрудники МЧС помогали жителям снимать с чердаков вещи и даже домашний скот. Пускай все! Что ж ты, завалился? Сейчас в поселке подтопленных участков нет. На месте работает комиссия, которая оценит материальный ущерб жителей и пострадавшим выплатит компенсацию из областного бюджета. Разбойнику Робин Гуду ничего не было только в сказке. В Иркутске в суд передали дело о создании бандитской группировки, которая вымогала деньги и похищала людей, по словам подсудимых, из благих намерений. Молодые люди охотились на тех, кто, по их мнению, был причастен к торговле наркотиками. Жертву возили за город, избивали и забирали деньги. Существовала даже своя такса за свободу. Подробнее Алексей Килевра. Это кадры жестокой разборки. Молодой человек с предметом, похожим на бразильское мачете, доказывает свою правоту. Вот только такой способ противоречит уголовному кодексу. Запрещено в России таким образом решать тревожные вопросы. Молодой человек, тот, что на кадрах, сейчас проходит подозреваемым по делу о бандитизме. По версии следствия, он и еще пять его товарищей собрали группировку и стали ловить и избивать наркоторговцев. Занимались благородным и полезным, по их мнению, делом. Но сыщикам стало известно, что били не всех. Кого-то отпускали за деньги, а с кого-то вымогали под угрозой побоев. Почему торгуешь? С какой целью? Он начал говорить, что он начал... Да, он торгует наркотиками, то, что это его хлеб, чтобы прокормить семью и так далее. Сказал, что он должен удастся тысяч. Тот ответил, что он отдався вам в течение месяца эти деньги. Да, надо бить, кто продает героин. Известно, что в арсенале банды был внушительный запас огнестрельного оружия. Его при задержании обнаружили силовики Росгвардии. Сейчас в рамках уголовного дела подозреваемыми проходят шесть человек. Еще четверо находятся в федеральном розыске. Своё предпочтение молодые люди отдавали торговцам, героинам цыганской национальности. Иногда ловили случайно. Так, в 2016-м на своих автомобилях они зажали на дороге жертву, которая ехала на такси. А где-то караулили специально. Ввозили за город и разговор с побоями продолжали там. Цена за освобождение от 50 тысяч рублей в месяц. Всего сыщики насчитали около 20 таких эпизодов. Банда занималась квалифицированными вымогательствами, похищением граждан. В чем и специализировалась. Действовала на территории города Иркутска. Я держала в страхе жителей Кубышевского района города Иркутска. Обвиняемые в ходе предварительного следствия была выдвинута версия, что они занимались пресечением лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотических веществ. В уголовном деле есть около ста томов фабульной части. Создание банды, нанесение телесных повреждений, похищение людей, хранение оружия. И это еще не весь список. Сейчас дело передали в суд. На изучение его по существу уйдет несколько лет. Алексей Килевра, новости сейчас. Многострадальный дом на Пескунова-40 в Иркутске все-таки снесут. Такое решение вынес Октябрьский районный суд. Служба государственного строительного надзора Иркутской области выявила серьезные нарушения правил пожарной безопасности. Кроме того, при строительстве не соблюдали нормы сейсмоустойчивости. Иркутская область расположена в зоне, подверженной землетрясениям. И подобные нарушения угрожают жизни людей. Между тем, у жителей есть законная возможность обжаловать решение суда в установленные законом сроки. Дело в том, что объект действительно является небезопасным. Об этом уже ранее нам подтверждали органы государственного строительного надзора и ранее проведенные по делу экспертизы. Потому что по данному объекту судебное разбирательство до 2008 года и ни одна уже экспертиза сказала о небезопасности данного объекта. Вынесено решение, но нам только остается с ним ознакомиться и дождаться его. Опять же, повторюсь, преждевременных выводов никаких еще нельзя сделать. Это еще слишком рано. 94 спикера выступят в этом году на традиционном Байкал-бизнес-форуме в Иркутске. Он пройдет 16 и 17 мая. В течение двух дней будут работать 14 площадок. Там обсудят развитие сельского хозяйства, креативные экономики, государственную поддержку бизнеса. Своим предпринимательским опытом поделятся представители Сингапура и Японии. Приедут и гости из других регионов России – Республики Бурятия, Ульяновской области и Перми. В первый же день с инвестпосланием выступит губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Ожидается, что в форуме примут участие также все 42 муниципалитета региона. Посыл на вдохновение мероприятий, дать ту почву, которая на сегодняшний момент в этом секторе существует, показать опорные точки, от которых можно оттолкнуться, показать все его проблемы и все его перспективы. Ну и, соответственно, область применения и область участия в этом предпринимательского сообщества. Мы планируем, что в течение этих двух дней на площадках нашего форума пройдет не менее 2000 человек. Мы считаем, что в рамках форума предприниматели получат невероятный нетворк, новые контакты, что также позволит им выстроить собственные наработки, выстроить новые контакты. И это также позволит привлечь новых своих покупателей. Форум в этом году проходит уже в четвертый раз. И за это время количество его участников многократно возросло. Площадка для развития предпринимательства стала интересной и журналистам. Делегация из Вьетнама планирует снять целый фильм о работе форума. Требование Думы Иркутска о предоставлении губернаторам документов по проверке депутатов незаконно. Представление с такими выводами вынес прокурор города. Напомним, ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил в Думу областного центра требование отправить в отставку ряд депутатов за нарушение антикоррупционного законодательства. Однако депутаты в ответ просили губернатора предоставить им документы, подтверждающие выводы антикоррупционной проверки. Такие действия народных избранников противоречат федеральному закону, на что и указала прокуратура. Заявление на получение детских пособий теперь можно подать в любом городе, а не только по месту жительства. Такие изменения вступили в силу в России 12 мая. Для получения пособий теперь не нужна даже временная регистрация. При этом детские на первого и второго ребенка выплачивают только тем семьям, где доход на человека ниже чем полтора прожиточных минимума за второй квартал предыдущего года. В Иркутской области минимум год назад составлял 10 450 рублей. И вот о чем пойдет речь далее. Мастерство и чудеса. В Саватеевке стартовал международный фестиваль деревянных скульптур «Лукоморье». Что получается у художников, расскажут наши корреспонденты. Впервые под куполом в Иркутске завершился фестиваль «Звезды цирка». Самые яркие номера покажем через несколько минут. Мотоциклисты вновь бросают вызов бездорожью. Под Ангарском прошел традиционный эндурокросс. Трасса была сложнее, чем в прошлом году. Звезда в шоке и в праведном гневе. 15 тысяч рублей должен выплатить Сергей Зверев за свой одиночный пикет на Красной площади в защиту Байкала. Такое решение сегодня вынес Тверской суд Москвы. Заседание было открытым, но съемку в зале запретили. На суд Зверев пришел в короне, пояснив журналистам, что это его талисман. Именно в ней он был на своем пикете. Впрочем, о самом факте пикета полиция узнала лишь из соцсетей, на что и старался упирать адвокат Зверева, доказывая отсутствие состава преступления. Но это не помогло. Вердикт суда – штраф в 15 тысяч рублей. Поклонники артиста считают такое решение несправедливым и призывают обжаловать его. Тем временем приказ о нормативах сброса в Байкал прошел общественные слушания. В Министерстве природы России заявили, что учтут мнение людей и считают, что компромисс в применении разных критериев на разных участках озера возможен. Ученые настаивают, что необходимо установить индивидуальные нормы не только для самого Байкала, но и для различных его территорий. Это касается и веществ, которые присутствуют в стоках. Совет Сибирского отделения Российской академии наук по проблемам озера признал – завышенные нормативы необходимо корректировать. Конкретные предложения по изменениям в приказ Министерства ученые внесут до 12 июня. Также они сформулируют техническое задание на разработку системы водоочистки Байкальской природной территории. Лето наступает, и это официально. Завтра в областном центре завершается отопительный сезон. Об этом сообщили в Комитете городского обустройства администрации Иркутска. Отопительный период заканчивается, когда среднесуточная температура превышает 8 градусов тепла в течение пяти суток. Хотя решением общего собрания собственники могут самостоятельно выбирать, когда отключать дом. С 14 мая управляющие теплоснабжающие организации начнут переводить оборудование на летний режим работы. А после в городе проведут гидравлические испытания системы отопления. Они продлятся не меньше двух недель. Отключение отопления у нас запланировано в три этапа. Далее у нас запланировано проведение городских штабов по обыкновению к определенному сезону 2019-2020. Где будут указаны рекомендации подрядным организациям, ресурсно-снабжающим организациям о проведении проверок, опрессовок, оборудования, ремонту и так далее. Горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции стартовала на этой неделе в Иркутской области. Она проводится в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ-спид». Все желающие смогут получить рекомендации специалистов, что делать и куда обращаться, если был риск инфицирования. А также где можно пройти все необходимые обследования. Получить консультации можно по телефону 8 800 350 26 86 и по номеру 23 95 19 в Иркутске. Часы работы с 10 утра до 16 дня. Прощание с Николаем Тархановым пройдет 15 мая в Шелихове. Кинорежиссер, фотограф, автор телевизионных программ скончался 11 мая в Москве. Ему был 51 год. О месте и времени прощания родственники сообщат дополнительно. Телекомпания «Аист» выражает свои соболезнования родным и близким. Мифы и легенды воплощаются в дереве. В Саватеевке под Ангарском проходит международный фестиваль деревянных скульптур. Какие образы оживают под пилой художников, увидел Евгений Павлов. В Саватеевке пилы жужжат громче, чем на лесоповале. 24 команды из 8 стран мира создают новые деревянные скульптуры. Тема фестиваля этого года – мифы и легенды народов мира. Глобализация перемешала образы и национальные традиции. Команда классической Богородской школы создает Монику Белуччи – современную легенду. Мария Вавилова из Нижнего Тагила и Александр Савинов из Чебоксар выпиливают из сибирской сосны китсуне. В японской мифологии китсуне – это демон-лис, который может перевоплощаться в любого человека. И чем больше у него хвостов, их бывает до 9, чем больше у него, тем больше его сила. Литовец Раймондас Уждровис – сам организатор подобного фестиваля у себя на родине. Ваяет русских трех богатырей, как он сам говорит, символ защиты и надежности. Мне было очень интересно сделать такой эксперимент. Вот сложить как бы всех трех, да, на один фундамент. Вот этот стоит, наверное, до фундамента, да. И я назвал эту свою работу «Стена». Три богатыря – «Стена». А вот итальянская команда верна национальным традициям. Их легенда вполне итальянская. А, Пиноккио. Но и здесь все не так просто. Хосе Луис родом из Перу, а его напарница Кармелла Порко Центанни из Венесуэлы. Сосны огромного диаметра, редкие для сибирской тайги, специально искали для фестиваля в Шелиховском лесничестве. Вот эту с наростом сразу забрала себе тувинская команда. Скульпторы-шаманисты увидели, что можно создать из этого природного дефекта. Наша цель – не только приглашать лучших. Если процентов 70 у нас лучших, процентов 20-30 – те люди, скульпторы, которые приезжают за учением. Какая работа победит, станет известно 17-18 мая, когда мастера закончат работу и легенды оживут в их скульптурах. Евгений Павлов, Максим Романов, Евгений Шарыпов. Новости сейчас. Красная армия и войска фашистской Германии встретились на пятом километре Александровского тракта. Реконструкция сражения Великой Отечественной войны впервые прошла под Иркутском. Участники вспоминали битву под Прохоровской. На историческом событии побывали Александр Гаврилов и Константин Синицын. Летят самолеты и танки горят. На полигон под Иркутском привезли оружие, военную технику и форму 40-х годов для реконструкции сражения под Прохоровской. Подобные события – не редкость для городов-героев страны. Традиционно к 9 мая 23 февраля энтузиасты возрождают сражения времен Великой Отечественной. А вот в Иркутске такое масштабное мероприятие прошло впервые. События приурочили к 74-летию со дня Победы. В реконструкции участвовали более 200 человек. 12 июля 1943 года произошло одно из важнейших событий в истории Великой Отечественной войны. Именно тогда бойцы Красной Армии не дали захватить солдатам вермахта село Прохоровку. Спустя почти что 76 лет подвиг героев вспомнили и в Иркутске. И вспомнили не просто, а досконально. Организовали музей с экспозицией, посвященной битве. Участники и гости познакомились с военными атрибутами того времени. Многие зрители готовились к событию. Перечитали учебники истории. Но основное внимание было приковано к людям, которые решили изучать историю не только в теории, но и на практике. На самом деле ощущения очень смешанные, потому что все очень реалистично, пропитано духом Великой Отечественной войны. Конечно, все очень нравится. Военные бывшими не бывают. И даже на ненастоящей битве выполняют приказы, которые не обсуждаются. Наша задача состояла в том, чтобы вынести знамя Победы, показать. Действительно, это настоящая полная копия знамени, того знамени, которое было одружено над Рейстагом. Автомобили того времени многие участники реставрируют для Парада Победы, который проходит на главной площади города. Ради такого события автомобили привезли и на Александровский тракт. Приехали показать, как говорится, людям, ребятишкам, что были такие автомобили в свое время. Что именно на них наши деды и прадеды в свое время ездили. Как будто было это все вчера. Такое событие греет сердце ветеранам и детям войны. Сибиряки ковали победу и на фронтах, и в тылу. Посмотреть на реконструкцию сражения пришли и те, для кого война – личное прошлое. Кто помнит эти события? Сыночка, я видела воочию немцев, потому что они нас заняли, я видела. И видела их не коварство, это я все видела. И даже видела, когда евреев, сыночка, евреев прямо закапывали на глазах у детей. Постановка привлекла внимание множество жителей и гостей Иркутской области. В планах организаторов сделать события ежегодным. Ведь память о подвиге героев должна передаваться из поколения в поколение. И кто знает, может быть, самые маленькие гости праздника в будущем реконструируют еще не одну битву. Александр Гаврилов, Константин Синицын. Новости сейчас. Искусство смелых. В Иркутске завершился межрегиональный фестиваль-конкурс любительских коллективов «Звезды цирка». В этом году в нем участвовали 240 человек. Воздушные акробаты, фокусники, жонглеры, эквилибристы, гимнасты показывали свои лучшие номера. Наша съемочная группа убедилась, что этих детей уже можно назвать настоящими цирковыми артистами. Суета и разминка за кулисами и этот волнительный и сладостный для артистов момент – встреча со зрителями. На арене участники фестиваля-конкурса «Звезды цирка». Каждый год его проводит Иркутский областной дом народного творчества при поддержке Министерства культуры региона. Но раньше смотр был заочным. Участники просто присылали видео своих выступлений. И вот уже второй год артисты собираются в Иркутском цирке, чтобы выступить перед жюри и зрителями по-настоящему, со своими удивительными профессиональными номерами. Конечно, нужно поддерживать и нужно популяризировать. Сегодня мы пригласили зрителей, вы видите, зал не полон, но поверьте, я считаю, что это все равно очень здорово и хорошо, когда они увидят наших с вами детей, которые как настоящие артисты под куполом цирка играют, вернее, работают в свою программу, ну, это дорогого стоит. Областной фестиваль-конкурс в этом году стал межрегиональным. В Иркутск приехали юные артисты из Приморского края, Челябинска, Новосибирска, Хабаровска, Красноярска. Всего 23 коллектива, а это 240 человек. Для многих конкурс стал первым выступлением под куполом настоящего цирка. Ты к этому привыкаешь и отпустить это потом не сможешь. Не даже. И, не знаю, это как в дом. Ты получаешь удовольствие, когда стоишь на манеже и смотришь на жюри то же самое, когда они даже улыбаются. Они все горят цирковым искусством. По-другому здесь нельзя. Арены и зрители прощают ошибки. А вот ни искренности не простят. В этом не по годам мудрые артисты уже убедились. Конкурсанты по-взрослому отдаются профессии. Нужно быть очень трудолюбимым человеком и никогда не пропускать свои занятия. И, ну, главное, любить свое дело. Потому что если тебе будет не нравиться своя деятельность, то ничего из этого не выйдет. И даже если что-то получается не с первого раза, продолжают номер с улыбкой, вызывая овации публике. На конкурсе выбрали победителей в разных номинациях. Праздник циркового искусства вернется в Иркутск через год. Марина Беклемишева, Павел Рютин. Новости. Сейчас. Гонки с препятствиями на мотоциклах. Под Ангарском состоялось захватывающее яркое и динамичное шоу. Участники гонки эндурокросс традиционно собираются весной, сразу после открытия сезона. Не стал исключением и этот год. О состязаниях железных коней наш следующий сюжет. Они не боятся грязи и препятствий. Самые быстрые гонщики области встретились под Ангарском. Бездорожье для этих людей не проблема, а любимое покрытие. Помимо ветеранов-мотогонок, которые соревнуются ежегодно, в этом году состоялись заезды новичков. Не все из них добрались до финала, но без хорошего настроения с праздника не уехал никто. Мотоциклисты говорят, это было хоть и короткое, но все же настоящее приключение. Некоторые выступают после долгого перерыва, но мастерство не растеряли. У меня мотоцикла пять лет не было, вот первый год сейчас, после тех восстанавливаюсь. Эндуро-трасса растет. В том году, когда я выступал, была трасса маленько полегче, сейчас тяжелее. Растет, развивается эндуро в Ангарске. Трассу построили за две недели, в этом году ее усложнили, ведь участников со стажем нужно постоянно удивлять. Из-за этого гонка была напряженнее, и не все с ней справились. Опасные заезды и упорная борьба за победу, организаторы отмечают. В соревнованиях хотели участвовать многие, но железный конь, готовый к испытаниям, нашелся не у всех. Участников у нас 45 человек где-то заявлено. Три класса. Класс открытый, это самые лучшие спортсмены, класс любители и класс новички, то есть начинающие спортсмены. Присутствуют у нас и ангарчане, и в городе Соли, Сибирске, Иркутск, Шелихово, весь практически регион. Участники эндуро-кросса уже ждут следующих соревнований, ведь впереди лето, а это значит, что мотосезон только стартует. Анастасия Байдракова, Александр Гаврилов, Сергей Полянский. Новости сейчас. И на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. До встречи.